Доброго субботнего утра! Вам желает программа «Будем здоровы!». Весна в полной мере вступила в свои права. Дни стали заметно длиннее, ночная температура не опускается ниже нулевой отметки, ярче светит солнце, и уже с таким нетерпением хочется скинуть в себя теплые шубы, шапки, сапоги. Все это непременно случится и совсем скоро. Тем более, что метеорологи обещают весну раннюю и теплую. Несколько затянулся в этот раз период эпидемии ОРЗ и гриппа. В соседних регионах ситуация более тревожная, чем у нас. Об этом пишут в средствах массовой информации, рассказывают специалисты в электронных СМИ. Многих интересует, как обстоят дела у нас в республике. С таким вопросом мы обратились в управление Федеральной службы по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Карачаева-Теркесской республики. Мы считаем, что в настоящее время в нашей республике заболеваемостью и гриппом идет уже на спад. Прирост заболеваемости также отрицательный и по городу Черкесску, и в общем по республике. Причем отрицательный он по всем возрастным группам. И самый высокий отрицательный прирост, то есть уменьшение, это в возрастной группе от 15 лет и старше. Он равняется 54%. То есть на прошедшей неделе на 54% меньше взрослых людей болели, чем на предшествующей ей. Нужно сказать, что за эпидемический сезон 2014-2015 года в нашей республике эпидпорог превышен, естественно, не был. И причем вот этот промежуток до прохождения, до подхождения к эпидпорогу всегда оставался очень большим. И с начала года он был от 90% до 70%. Ниже 70% он не был. Ну то есть это вот другими образными словами говоря, что до подхождения к эпидпорогу нам еще осталось пройти 70%. Традиционно управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии по Карачаевой Черкесии ведет мониторинг циркуляции вирусов. Эта процедура проводится много лет. В сведении направляются во Всемирную организацию здравоохранения для того, чтобы она могла составлять прогнозы по циркуляции вируса на следующий эпидемиологический сезон. И для того, чтобы можно было грамотно и правильно составить эпидвакцины. Были времена, когда прививки делали всем и массово, особо не дискутируя о пользе или вреде этого метода защиты от гриппа. Сегодня полемика на эту тему не сходит с экрана телевизора, средств печати, интернета. Каждый решает сам за себя, принимать вакцину или нет. Однако факты свидетельствуют, что благодаря вакцинации населения удается ежегодно сократить эпидемию гриппа до 30-40%. Именно такое количество жителей Карачаевой Черкесии, а это примерно 123 тысячи человек, было вакцинировано в период с 2014 по 2015 год. Это та самая иммунная прослойка, которую необходимо создать для того, чтобы не возникла вспышка или эпидемия. То есть, если такое количество населения, это рассчитанная цифра, если такое количество населения будет привито, то вспышки и эпидемии в нашей республике не возникнет. И нужно отметить, что такое количество людей как раз-таки были привиты, но кто-то отказывался от прививок, кто-то соглашался традиционно. Многие годы люди прививаются и поняли, что это достаточно большое благо для нашего здоровья. За истекший период проведены определенные исследования. Как правило, забирали материал для исследований у тех людей, которые обратились к врачу. И обратились с достаточно серьезными симптомами заболевания, которые можно назвать заболеванием ОРВИ и гриппа. То есть в средней, даже и в тяжелой степени заболевания. Исследования показали, что 11% всех возбудителей от исследованных людей приходится на долю так называемого свиного гриппа АН1Н1. 5,6% приходится на долю вируса АН3Н2. И почти 45% приходится на долю гриппа типа B. То есть больше всего у нас люди болели гриппом типа B. Нужно отметить, что все эти три штамма входили в состав той вакцины, которую мы прививали в наше население в этом текущем эпидсезоне. Вот в сентябре, в октябре месяце. В целом, по России лабораторными методами грипп был подтвержден в более чем 35% от числа обследованных больных ОРВИ. Лабораторно был подтвержден так называемый свиной грипп АН1Н1. Он был выявлен в 64 случаях, что составляет 1,8% от заболевших, поясняют в ней гриппа. По данным специалистов, большинство больных заразилось сезонным вирусом гриппа АН3Н2. 11% из всех находок, которые у нас выделены, вот если взять 100% исследованных, то 11% из них приходится на свиной грипп. То есть он циркулирует у нас, но у нас не возникло вот таких вот тяжелых случаев заболевания среди людей, слава Богу. И те, которые переболели, те, которые были иммунизированы, вот многие люди говорят, я вот делаю прививку, но я все равно болею. Болеете, но болеете без тяжелых последствий, без тяжелой формы заболевания и без осложнений, которые наступают после гриппа. То есть вот эта наша иммунизация дала нам возможность вот так вот легко пройти этот эпидезон. Помните, грипп не терпит к себе пренебрежения и очень коварен своими осложнениями. К тому же не надо заражать вокруг себя здоровых людей. Уделите себе немного внимания. И профилактические меры, если уж совсем не уберегут вас от болезни, то, по крайней мере, помогут переболеть в легкой форме. Сейчас весна, наш организм, его резервы уже истощаются, запасы витаминов все меньше и меньше. И поэтому сейчас профилактике гриппа нужно уделять не меньшее внимание, чем до начала эпидемического сезона, что актуально в настоящее время. Но прежде всего, конечно, мы всегда рекомендуем избегать, по возможности избегать больших скоплений народа. Тем более в тех случаях, если заболеваемость идет, не проводить общественные мероприятия среди школьников, постараться это не делать. Вот. Всегда рекомендуем пользоваться одной из очень надежных способов профилактики. Это повязка. Марлевая маска. Марлевая повязка или маска. Если вы относитесь к группе риска, а я хочу отметить, что к группе риска относятся это маленькие дети, беременные женщины и лица старше 60 лет. Они рискуют после заболевания получить осложнение, потому что отягощены какими-то хроническими заболеваниями, имеют лица старше 60 лет. Так вот, если вам предстоит поход в какое-то место, где большое скопление людей, будь то магазин, рынок или поликлиника, все-таки наденьте маску. Подстрахуйтесь обязательно. Для всего населения сейчас очень актуально правильное питание. Это основа всему. И еще рекомендации, которые касаются организованных коллективов, детских коллективов, детских садов и школ. Нужно обязательно неуклонно соблюдать меры профилактики. В школах это сквозные проветривания во время перемен, соблюдение 10-минутных перемен, перерывов. Дети на это время должны выходить из класса, в классы должны проветриваться. Соблюдение режима дезинфекции и влажной уборки. Не меньше двух раз в день должна быть влажная уборка в классных помещениях с применением дезинфицирующих средств. Наступило прекрасное время, весна. Мы все с надеждой ждем лето, мы все с надеждой ждем периода отпусков, каникул. И я желаю дойти к этому периоду вам с легкой душой, меньше болеть. Сейчас больше времени проводить на воздухе, потому что температура повышается, погода улучшается и можно гулять. Это тоже один из прекрасных факторов, который укрепляет наше здоровье. Как мало вам известно обо мне, все, что вы видите, является лишь маской. Но цирк сгорит и скорчится в огне улыбка, нарисованная краской. Вам не понять, где я, где просто тень, и вы гадаете опять на черные жиже. Так и знайте, скоро мой настанет день, и этот день, поверьте мне, все ближе. Поэтично, но эти строки необыкновенно точно характеризуют такое заболевание, как туберкулез. И сегодня в нашей программе мы решили коснуться темы профилактики и лечения туберкулеза в современных условиях. Туберкулез не имеет собственного лица и протекает под масками разнообразных заболеваний. Токсины-возбудители туберкулеза, воздействуя на центральную нервную систему больного, вызывают некоторые возбуждения, эйфорию. И поэтому самочувствие больного обычно не отражает болезненного процесса. Больной туберкулезом не считает себя больным. Туберкулез – совершенно непредсказуемое заболевание. Можно всю жизнь прожить в контакте с больным и не заболеть. Однако можно заболеть после короткого случайного контакта. До 20 века чахоткой считалась неизлечимой болезнью, пока не появились антибиотики, которые стали панацеей в борьбе с туберкулезом и практически победили его. Интересно отметить, что в первые несколько лет применения стрит-фомицина наблюдается крайне высокий противотуберкулезный эффект. Но всего через 10 лет эффективность препарата существенно снизилась, а в настоящее время его клинический эффект минимален. Клинические симптомы туберкулеза, они не специфичны, многообразны, но наиболее часто из них встречаются. Это немотивированная общая слабость, утомляемость, сухой или продуктивный кашель, снижение аппетита, похудание, боль в грудной клетке, кровохарканье. И все эти симптомы могут встречаться как по отдельности, и также в различных сочетаниях между собой. Главными методами, ну и основными методами диагностики туберкулеза является туберкулинодиагностика. Это широко используется у деток, то есть постановка пробы МОНТУ, диаскин-тест, то, что недавно появилось. Для взрослых это рентгенологическое обследование, то есть массовая флюорография и также рентгенологическое обследование по показаниям каким-то. И золотым стандартом считается обнаружение при исследовании мокроты, обнаружение микобактерий туберкулеза. Самый распространенный путь передачи это аэрогенный путь, то есть воздушно-капельный, когда больной человек выделяет бациллы при разговоре, чихании, кашле, пении, воздух вместе с частицами слюны, мокроты. Это является аэрогенным путем передачи. Второй путь по распространенности это элементарный путь, когда человек заражается при использовании общей посуды, а также при употреблении в пищу молока и молочной продукции от зараженных туберкулезом животных. Наиболее редкий путь, один из наиболее редких, это контактный путь при заражении, когда происходит через поврежденные кожные, слизистые покровы, и также от матери к плоду при инфицировании плаценты. Профилактика туберкулеза включает социальную и санитальную профилактику, специфическую профилактику и химиопрофилактику. Социальная профилактика направлена на оздоровление условий внешней среды, повышение материального благосостояния населения, укрепление его здоровья, улучшение питания и жилищно-бытовых условий, развитие массовой физической культуры и спорта, проведение мероприятий по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, домакокурением и другими вредными привычками. Санитарная профилактика – это непосредственные мероприятия, направленные на больного и на пути передачи инфекции. Эти мероприятия созданы и направлены для того, чтобы человек, находящийся в производственном, в бытовом контакте с больным, наименее был подвержен опасности первичного инфицирования. Также специфическая профилактика – важное место занимает среди этих мероприятий. Для деток – это вакцинация, для создания специфического иммунитета, так как детки, младенцы и детки младшего дошкольного возраста, они наиболее восприимчивы к туберкулезной инфекции. И среди взрослых, ну а также и у детей по показаниям, это химиопрофилактика, то есть прием с профилактической целью противотуберкулезных препаратов в течение определенного времени, которые определяет врач. Для взрослых это контакт с бацилловоделителями является показанием. И также данные обследования. А для деток – это впервые выявленная гиперергическая чувствительность к туберкулину. Раньше бытовало мнение, что только люди, так скажем, низших слоев населения, имеющие какие-то пагубные, вредные привычки, подвержены этому заболеванию. Но на данный момент эта ситуация выглядит совсем иначе. Все мы друг с другом общаемся, бываем в общественных местах, и поэтому риск заражения туберкулезом, конечно же, у таких контингентов с вредными привычками и ведущими такой асоциальный образ жизни риск у них выше, но никто не застрахован от этого заболевания. И поэтому клеймить позором, если среди ваших родственников, знакомых появился такой человек, нельзя, надо поддерживать его всячески, не избегать, потому что не настолько опасно это заболевание при повседневном общении, если соблюдать все меры, мероприятия по профилактике. Большую помощь в профилактических мероприятиях оказывает диспансеризация населения, которую ежегодно проводят в учреждениях здравоохранения. При диспансеризации обследуются те слои населения, которые регулярно не проходят медосмотр, то есть это пенсионеры, неработающие люди по каким-то причинам, потому что гораздо проще обследовать рабочий коллектив, школьников на месте провести туберкулинодиагностику, а вот эти слои населения, которые по каким-то причинам находятся дома, скажем так, они выпадают, а диспансеризация очень помогает, потому что флюорография обязательно входит в диспансеризацию, и, естественно, это очень помогает нам в работе для выявления ранних форм, незапущенных форм, и для успешного лечения и излечения от туберкулеза. Сам туберкулез излечим, он поддается излечению очень хорошо при своевременном обращении, при правильном приеме беспрерывных препаратов. Туберкулезом излечим и взаимодействие пациента, доверительное отношение с врачом, как залог успеха в излечении туберкулеза. Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Цель проведения информационной кампании – привлечение внимания общества к проблемам противотуберкулезной работы, информирования населения о заболеваемости и мерах ее профилактики. Дата проведения выбрана не случайно. Именно в этот день, более 130 лет назад, Робертом Кохом был открыт возбудитель этого заболевания – микобактерия туберкулеза. Это открытие позволило существенно продвинуться в области диагностики, лечения и профилактики этого заболевания. Лучше предупредить заболевание, чем его потом лечить. Здоровое рациональное питание тоже, естественно, не исключается. Возможный прием каких-то витаминных комплексов в межсезонье, поливитаминных комплексов, занятия спортом рациональные, укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной системы, бег, ходьба спортивная. Естественно, все это только на пользу иммунитету нашему идет. А иммунитет – это главное и основное оружие в борьбе с любым заболеванием. Успех или поражение в битве с туберкулезом более чем наполовину зависит от самого пациента. Его воля, желание выздороветь, несмотря ни на что, способны творить чудеса. Специалистами было подсчитано, что в 2013 году самыми частыми словами, прозвучавшими с телеэкранов, были слова «кризис», «Обама» и «иммунитет». С «кризисом» и «Обамой» все понятно. А что такое иммунитет? Иммунитет сейчас очень популярное понятие, и все, что с ним связано, крайне интересно нынешнему поколению. Правда, не все знают, где именно располагается этот загадочный защитник организма, от которого зависит так много. Кто-то думает, что иммунитет организма находится в желудке или предполагает, что он пребывает в крови. В рекламных роликах нам предлагают повысить иммунитет организма с помощью таблеток, кефиров, разнообразных витаминов или какими-либо другими способами. Иммунитет – это уникальная способность организма самостоятельно защищаться от болезнетворных бактерий и вирусов, а также уничтожать собственные мутировавшие клетки. Иммунная система представляет собой целый мир в нашем организме, образованный различными органами, тканями и клетками, объединенными одной целью – обнаружить и уничтожить внешние и внутренние потенциальные угрозы в нашем организме. Мало кто знает, что 10% всех наших клеток – это клетки иммунитета. Мы думаем, что мы цари природы, а цари природы – это вирусы и микроорганизмы. Если человечество поколения меняется за 25 лет, то там за 25 минут поколение меняется. И даже они быстрее приспосабливаются ко всем изменениям, быстрее, чем мы. Поэтому до скончания веков у нас будет война с микромиром. Где-то дружба, где-то война с микромиром. Но тем не менее наша иммунная система, как говорят иммунологи, она настолько дублирована, настолько эшелонирована, настолько параллелизирована, что всегда есть какая-то оборона. Когда иммунная система прекращает, ну, скажем, работать, очень слабо работать. К сожалению, есть, мы все знаем, онкологические заболевания. И слава богу, что онкогематологические заболевания, особенно в детстве, они почти все излечимы. Но в период получения химиотерапии или после пересадки костного мозга какое-то время, конечно, иммунитет, иммунная система, она выключена. Она выключена специально, чтобы дать, позволить, искоренить это заболевание. Или если пересажен костный мозг, дать возможность укорениться новому костному мозгу. То есть это способ спасения. Ребенок – это не только огромное счастье, но и большая ответственность. Родителям, которые пристально следят за здоровьем своего малыша, важно знать, как укрепить иммунитет своего ребенка, потому как существует множество заболеваний, способных навредить здоровью малыша. Дети при рождении могут иметь неравные возможности иммунной системы. Есть поздно, так называемые, стартующие дети, если он недоношенный родился, конечно, иммунная система у него и позже и созреет. Но, тем не менее, часто болеющими считаются дети, которые болеют больше 6-7 раз в год, а американцы говорят после 10 раз, более 10 раз в год. То есть ребенок должен болеть. Мы не даем, слава богу, болеть фатальными инфекциями, но вирусными инфекциями какая-то определенная инфекционная нагрузка должна быть, иначе иммунная система детренируется. Другое дело, что он не должен сразу на больничную койку попадать, что сразу антибактериальные терапии, тяжелейшие инфекции, а как бы переносить вирусные инфекции легко. Для этого вакцина профилактика против гриппа, которой пренебрегают, но настолько зря пренебрегают. Должна быть инфекционная нагрузка. Другое дело, без уколов, без антибактериальной терапии. Это уже как бы самолечением, чтобы родители не занимались. Сразу антибиотики не начинали давать, чтобы они как бы давали заболеванию проходить. Ну, я всегда говорю, когда ко мне как к иммунологу проходит, что любое заболевание имеет рамки. За неделю, за день невозможно взять вирусную инфекцию, выкинуть. Если сильная вирусная инфекция, сразу не подключать антибиотики. Дать ребенку возможность трое суток температурить, потому что такое температура. иммунная система великолепно отлаженная. Тысячелетиями, миллионами лет иммунная система научилась разогревать организм. Когда организм разогревается до 38, до 39, микробы не могут, вирусы не могут разомножаться. Жарко они не могут разомножаться. Как бы пастеризуется организм, скажем, если так выразиться. А вот взять, снизить температуру до 36, спокойно заснуть матери или отцу. Вот эту психологию надо тоже вырвать. Конечно, ребенок температурит, стонет, обильное питье, прохладное обертывание. Более 38,5 мы рекомендуем жаропонижающийся судорог. Нет, таких детей мало. Их родители знают тактику. К слову, особенности иммунгета новорожденного заключается в том, что он обладает лишь приобретенной от матери защитой, а потому очень подвижен различным специфическим антигенам. Поэтому младенцев принято первое время ограждать от посторонних людей, которые могут быть носителями разных инфекций. меня всегда радовало, когда программа модернизации началась, сказали матери и ребенку, то есть детству и материнству более 60% финансирования, что было заложено, что пошло на эти программы. Вот такое отношение государства именно к материнству и детству. это, конечно, дает и кратковременные, быстрые результаты, но это, наверное, долговременный результат должен быть хороший, как педиатр говорил. И расширение национального календаря прививок, и забота чуть ли не зачатия ребенка, внутритропная диагностика тяжелых заболеваний. сейчас вот на нашем этапе педиатры, чтобы грудное вскармливание было, на этапе беременности, чтобы внутритропных инфекций не было. Это все значит на то, чтобы родился здоровый ребенок. Иммунитет – это возможность организма отразить любую инфекционную агрессию. Но без согласования с врачом не стоит давать вашему ребенку какие-либо препараты, повышающие иммунитет. Существуют проверенные годами народные средства, которые помогут родителям поднять иммунитет малышу. К примеру, отвар шиповника с добавлением меда, который можно давать ребенку в качестве компота. Для детей старшего возраста хорошим способом поднятия иммунитета является чеснок. У детей, которые ходят босиком, отмечается значительное восстановление иммунитета. Это происходит из-за того, что на подошве ступни человека находится большое количество активных точек, при стимуляции которых значительно повышается иммунитет. Также рекомендуется проводить с ребенком как можно больше времени на свежем воздухе. Остаются неизменными во все века солнце, воздух и вода, хорошее питание, вот это генно-модифицированное питание, быстрые пункты быстрого питания, фейсфуд, как говорят, у нас тоже будет открываться, не очень мы этому рады, ожирение, малоподвижный образ жизни. То есть за благо цивилизации человечество, конечно, отвечает. Физические нагрузки у детей наших намного меньше, чем даже у нас в детстве было, сейчас они предпочитают за компьютером. Но это как бы надо бороться. Природа дала каждому человеку совершенную защиту от болезней. К сожалению, по множеству подгласных и неподгласных нам причин, эта защита может считаться совершенной лишь в теории. Окружающая среда с ее отравляющей атмосферой, грязной водой, удушливым воздухом, пища, в которой не осталось ничего натурального, наши пагубные привычки, умноженные на стрессы, работу в постоянном авральном режиме и отсутствие отдыха, все это в результате дает существенное снижение эффективности работы иммунной системы. Организм становится уязвимым и слабым, человек постоянно болеет галотекущими простудами, страдает от аллергических реакций и не имеет сил для ведения полноценной активной жизни. Коррекция своих привычек и образа жизни может помочь поддержать иммунитет в том состоянии, в котором он находится, не усугубляя его проблем. Однако, если остро встал вопрос, как повысить иммунитет, то без современных иммуномодуляторов не обойтись. На сегодняшний день таких препаратов выпускается очень много и все обещают значительно улучшить здоровье и активизировать работу иммунитетом. Осенью, весной переходные периоды определенная витаминотерапия. Не какие-то супердорогие витамины. Наши тоже корифеи, педиатры шутят, чем дороже витамины, вот эти комплексные, чем дороже моча, это все как бы выходит. Поэтому простые витамины есть, посоветоваться для детского возраста адаптированные. В переходный возраст их можно давать. Вот. Болеет ребенок, еще раз, конечно, надо обязательно посоветоваться врачом, с врачом самолечением не заниматься. Принцип здорового смысла, именно он должен присутствовать в момент принятия самых важных решений. Так считает врач-иммунолог Тамара Ахматовна Лайпанова, детский доктор, которому доверяют. На сегодня это все. И не забывайте болеть нынче дорогое удовольствие. Так что будем здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова